МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала СВОЁТВ-НОВОСТИ. Меня зовут Герман Кудеяров. И вот коротко о том, что будет в этом выпуске. Все для победы. О том, как в Ставрополе разрабатывают и собирают военные дроны, расскажет Илья Белозеров. Открыть дело и превратить свое хобби в настоящий бизнес. В Ставрополе продолжает действовать программа соцконтракта. Как оформить социальную поддержку и сколько горожан ее уже получили? Ответы узнал Никита Лукьянченко. Новогоднее чудо. Как губернатор Ставрополя исполнил мечту жителя Георгиевского округа? Мы начинаем. В краевой столице губернатор Владимир Владимиров вручил награды жителям региона. Церемония прошла в преддверии Дня Конституции. Призвание государственного и регионального уровня получили ставропольцы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства на общественники и представители различных отраслей экономики и социальной сферы. Я знаю точно, что всегда, когда ты получаешь награду, и я всегда лично про это всегда думаю, что, конечно же, награда – это, наверное, не личная заслуга каждого, это заслуга людей, которые работают рядом, заслуга тех людей, которые воспитывали, которые учили. Всего того большого народного капитала, который человек впитывает в себя, и в момент, когда это было очень важно и очень нужно, делает сверхсобытие, которое потом удостаивается государственной наградой. Награды получили 35 ставропольцев. В том числе вручили Орден Дружбы, Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством, почетные грамоты президента России и губернатора региона. Для меня это было очень приятно и удивительно, конечно. Я проработала уже 47 лет в художественной школе. Ну, как всегда, спрашиваю, почему вы? Ну, творчество – это моя жизнь, это форма жизни. Я без творчества не могу. Сегодня я получил, наверное, одну из самых приятных наград в моей жизни. Моим любимым президентом подписан указ о присвоении мне звания заслуженного врача Российской Федерации. Это, конечно же, заслуга не только моя, а всего коллектива, всех медиков края нашего, нашего губернатора, нашего коллектива детской краевой клинической больницы. Без этих людей, без коллектива, без коллег я из себя ничего не представляю. И мы все вместе работаем всегда на благо наших детей. Губернатор Владимир Владимиров исполнил мечту Ставропольца. Юноша из Георгиевского округа поработал с сотрудниками скорой помощи. Николай написал письмо главе региона с просьбой провести день с выездной бригадой врачей. Сменила профессию и Кристина Бородюк. Утро Николая Кондратенко началось необычно. Юноша вместе с фельдшером Екатериной Стрельцовой поехал на вызов домой к пациенту, у которого год назад случился инсульт. Теперь мужчину беспокоит головная боль. Сейчас проходит период реабилитации. Но во время периода реабилитации всегда будет подъем давления. Это надо контролировать. Поэтому к этим пациентам нужно особое внимание, особенно с родственниками. Николай вам чем-то помогал? Конечно, помогал. Он очень внимательный, ему видно, что ему нравится. У него есть самое главное для него. Он хочет помогать людям. Николай – инвалид третьей группы. В этом году написал письмо губернатору Владимиру Владимирову с просьбой провести день с сотрудниками скорой помощи. А еще попросил приехать нашу съемочную группу. И мечта Коли осуществилась. Парень переоделся в спецформу и отправился с бригадой на вызовы. Николаю настолько понравилось перевоплощение, что он захотел связать свою жизнь с медициной. Захотел я просто много фильмов о скорой смотрел постоянно. Вот и захотел написать. Планируешь отучиться на фельдшера? Да. Будешь спасать жизнь? Да. Молодого человека ознакомили с работой станции скорой помощи Георгиевского округа. И провели экскурсию. Николай молодец. Изъявил желание, прежде чем все это организовать, мы с старшим фельдшером поехали, познакомились с семьей, с мамой, с братом. Хорошая семья. Мне понравились они. Я им желаю здоровья, чтобы его мечты, конечно, обязательно, вот то, что написал, они сбудутся, это естественно. Но я и, так как скоро Новый год, желаю ему, его семье удачи, радости, мира, добра. Один день вместе с бригадой скорой помощи провели Кристина Бородюк и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Мы идем далее. Энтузиасты в Ставрополе запустили производство военных летательных дронов. Разрабатывают и улучшают БПЛА, основываясь на пожеланиях военных. Почему дроны так популярны на передовой? И насколько сложно разрабатывать собственную модель беспилотника? Илья Белозеров нашел ответы. Еще несколько лет назад беспилотный летательный аппарат был чем-то сравнимым по характеристикам с самолетом. Сейчас же большая часть военных БПЛА – это небольшие, но эффективные дроны. К нему цепляется полезная нагрузка снизу, на скотч, на стяжке, без разницы. И все, дрон запускается и летит в одну сторону. Полезная нагрузка обеспечивается механическим взрывателем. Обычно что? Прицепляют гранату или… Выстрел с РПГ, кумулятивный для того, чтобы поражать технику в основном. Такие дроны производят в Ставрополе. Здесь же их и разрабатывают. Смотрите, здесь у нас происходит разработка дронов. Соответственно, мы здесь производим моделирование, проектирование, разрабатываем. Здесь у нас уже готовая продукция, вот смотрите, у нас расставлена. Вся готовая продукция, вся разработка основывается на пожеланиях военных. Дмитрий Жиров регулярно ездит на передовую, общается с командирами воинских частей. Так получается совершенствовать технику постоянно. Здесь ребята занимаются сборкой дронов. Ребята обучены, ребята умеют собирать дроны от начала и до конца. Соответственно, они распределены обязанности, они собирают один кусочек, другой кусочек, так быстрее получается. Минимум у каждого человека план в сутки пять дронов. Большую часть деталей производят в одном месте. Печатают на 3D принтере и вырезают на станке. Выпускают и усилители сигнала для дронов. Обычно они выглядят как спутниковая тарелка. По заказу военных здесь разработали компактный ретранслятор. Он не такой заметный и менее громоздкий. При этом может передавать сигнал на дистанцию 15 километров. Здесь же дроны и ремонтируют. Когда ты инструктор по ППЛА, тебе приходится и собирать, потому что дрон это все-таки, конечно, довольно твердая штука, но, опять же, не вечно живущая. Так потихонечку ремонтируя, сначала найдя проблему в одном, потом в другом, соответственно, начинаешь разбираться в этом, ищешь подвохи. Энтузиасты обучают военнослужащих управлять дронами. Занятия проводят бесплатно. Начали обучать личный состав военнослужащих полетом на ФПУ и дронах. У нас это начало получаться. Ребята начали приезжать со всех участков фронта. Ребят мы обучали, и мы решили, что так как дронов не хватает на передовой, мы займемся производством. А вообще мы занимаемся дронами с 2018 года. Познакомились с настоящими профессионалами своего дела Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. На Ставрополье продолжает действовать программа социального контракта. В этом году его заключили более сотни жителей краевой столицы. Как соцпрограмма помогает предпринимателям в развитии бизнеса, выяснил Никита Лукьянченко. Столик переехал из Карачаева-Черкесии в Ставрополь 15 лет назад. Долгое время пытался найти дело своей жизни. Признается, что и не мечтал об открытии магазина молочной продукции. Все изменил один случай. Оказался я безработный. До пенсии еще рано. Но как бы это дело, ну из детства же мы вот это, на этом деле выросли. Как бы вот этот настоящий сельский, деревенский продукт, это, ну, все время нам не хватало, сколько мы не живем. Все время вспоминаем детство, все время вспоминаем бабушкины сливки, там, молоко, вот эти все дела. Выросли на этом, на настоящем молоке, как говорится. Ну, хочется, чтобы и здесь, и дети, и старики, и дети, чтобы пробовали настоящие продукты. Изготавливают продукцию исключительно из натурального молока. Ежедневно прилавки магазина пополняются десятками литров свежего айрана, сыром и сметаной. Для выхода на новый уровень Салиху понадобилось современное оборудование, но денег на развитие не было. Однако на помощь предпринимателю пришел соцконтракт. Я подал свой бизнес-план, ну, и по бизнес-плану просмотрели, одобрили, заключили соцконтракт, все, вот, пожалуйста, оборудование, результат. Какую сумму получили? Сумму 250 тысяч одобрили. Я на эти 250 тысяч купил оборудование. Сыроварку заказал. И, что мне очень необходимо было, сепаратор. Из-за него у нас были проблемы большие. Для изготовления молочной продукции, как оказывается, многого не нужно. Достаточно вот такого простого аппарата для сепарации. Как вы видите, после того, как молоко попало в него, оно разделяется на производство сметаны. Вот, собственно, надо оттуда вытекать сметана. И более обезжиренное молоко, которое, кстати, мы сейчас можем попробовать. Отлично и вкусно. А самое главное, натуральное. Открыть свое дело или превратить хобби в заработок могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума. Либо потерявшие работу или попавшие в трудную жизненную ситуацию. В этом году на заключение социальных контрактов было выделено свыше 172 миллионов рублей. На сегодняшний день заключено 662 социальных контракта на сумму свыше 171 миллиона рублей. С порядком заключения социальных контрактов и с перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставропы в разделе «Меры социальной поддержки». Там же можно скачать заявление и примерную форму бизнес-плана. Еще одним счастливчиком, заключившим соцконтракт, стала Василина. Она более 10 лет изготавливает сувениры. Предприниматель решила расширить бизнес, заключила соцконтракт и приобрела необходимую технику. Все началось, конечно, с классики. Я сначала начала делать, как и все, кружечки различные, продукцию брендовую. Ну, какую-то, да, люди обращались, приходили там для фотографий, с фотографиями там, кружечки, маечки, что-то такое. А потом, конечно, начался какой-то творческий поиск. Мне хотелось найти что-то необычное, да, чего не делают остальные. Также мне было интересно сделать сувенирную продукцию для нашего города, для края, чтобы люди, приезжая, могли увезти что-то необычное, эксклюзивное с собой, с нашего города. В Астерина изготавливает огромное количество сувенирной продукции, в том числе и такие креативные блокноты с деревянной обложкой и красивые визитницы из кожи. Но на этом ассортимент продукции не заканчивается. Как раз вот именно сейчас я хотела показать вам, продемонстрировать, как можно нанести принт на футболку и сделать от меня подарок для своего товара. А вот так выглядит финальный результат работы Василины. И такие креативные, красивые сувениры отправляются прямиком к нам в редакцию. А оценили мастерство ставропольских предпринимателей Никита Лукьянченко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Не забывайте писать нам в мессенджеры, ватсап и телеграм, а также подписывайтесь на наши социальные сети. Далее прогноз погоды с Алексеем Форсиковым, а я с вами прощаюсь. В прямом эфире были новости на своем. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу, 8 декабря. Вторая пятница календарной зимы обещает быть ветреной, но без существенных осадков. В центральной территории и края такая погода. В Ставрополе ветер 9 метров в секунду, пасмурно и около нуля. В Невиномысске ветер 8 метров в секунду, плюс 3, пасмурно и без осадков. Небольшой дождь в минеральных водах, а ветер до 7 метров в секунду в изобильном. Световой день 8 часов 54 минуты. На Кавминводах будет без осадков только в Кисловодске и Синдуках. Там просто пасмурно и плюс 2. А вот в Пятигорске и Железноводске небольшие дожди. И также до плюс 2, а ветер на всех курортах до 5 метров в секунду. Северо-восток Таврополье пасмурно и без осадков. До минус 2 будет в Ипатова и Дивна, при ветре 6 метров в секунду. И до плюс 2 ожидаем в Нефтекумске и Буденновске. Там также пасмурно, а ветер до 7 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин